Шаг в бессмертие. К 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза Якова Илларионовича Баляева. В центре города Таштагола, в районе улицы Поспелого, находится памятник Герою Советского Союза Якову Илларионовичу Баляеву. Нередко у его подножия собираются люди разных профессий и возрастов. Это ветераны Великой Отечественной войны, дети, рабочие, гости города. Глядя на памятник, невольно оживают страницы жизни Героя, его подвиг, которые заставляют задуматься о цели и смысле жизни. 5 ноября 2014 года Якову Илларионовичу исполнилось бы 90 лет. Нет ничего более почетного, чем служить людям и во имя людей. История позволяет взглянуть на многие проблемы глубже и обстоятельнее. Оглядываясь назад, мы часто вспоминаем те страницы истории, которые отмечены героизмом, неувидаемой славой наших дедов и старших товарищей. Совет музея школы-интерната номер 3 представляет вашему вниманию итоги исследовательской краеведческой работы, посвященной 90-летию героя Якова Илларионовича Баляева. Введение. В Школьный краеведческий музей меня привело задание написать сочинение на тему «Они защищали Родину». Я стою у экспозиции, посвященной нашему земляку, герою Советского Союза Якову Илларионовичу Баляеву. С портрета на меня смотрит красивое и мужественное, устремленное вперед лицо героя-земляка. Я серьезно заинтересовался историей жизни и подвига героя. Оказывается, в 1964 году в горком комсомола города Таштагола пришло письмо из Владивостока. Подлинник письма сохранен и находится в Школьном музее. Вот его содержание. Секретарю Таштагольского горкома в ЛКСМ город Таштагол Кемеровской области. Навечно зачислен в списке нашей части наш однополчанин, герой Советского Союза, гвардии матрос Баляев Яков Иларионович, погибший в боях с японскими самураями в 1945 году. Краткое описание его подвига прилагаю к письму. В настоящее время в городе Таштаголе по улице Николая Островского в доме 41 проживает его отец Баляев Иларион Степанович, 1880 года рождения. Об остальных родственниках у нас пока данных нет. К отцу героя мы написали письмо с просьбой рассказать подробно о его сыне. Как он рос, воспитывался, учился, работал. Сообщить о себе, а также о его матери. Переслать нам для комнаты славы, музея части, документы или копии об Якове Баляеве. Фотографии, то есть все, что он сочтет нужным и возможным. Вероятно, выполнить нашу просьбу без посторонней помощи он не сможет. Ему уже 85 лет. Командование части, партийная и комсомольская организации, просят горком комсомола дать поручение по этому вопросу одной из пионерских дружин города, а также окружить отца героя бескорыстной детской лаской. Это было бы одним из лучших проявлений заботы о светлой памяти героя. Все собранные материалы, записи рассказов о герое Советского Союза Якове Иларионовиче Баляеве прошу переслать нам, а также предоставить командованию части отличившихся пионеров в сборе материалов о герое к награждению грамотами. Заместитель командира воинской части 15118 по политической части подполковник Бакутис. Это письмо было передано в школу-интернат номер 3. Пионерской дружине горком комсомола поручил выполнить просьбу подполковника Бакутиса. Ребята взяли шефство над отцом героя, его воспоминания были высланы в часть. К сожалению, Илариона Степановича, братьев и сестры героя уже нет в живых. Но мне удалось встретиться с его племянником Алексеем. Он проживает в городе Таштаголе, в районе Кочуры, на улице Якова Баляева. Встреча с ним во многом мне помогла. Он предоставил мне фотографии героя. Я занимался в библиографическом отделе городской библиотеки. Работники библиотеки помогли мне подобрать материал о Якове Баляеве, напечатанный в различных источниках. И здесь очень кстати в школу приходит письмо из далекого Владивостока. Оказывается, Шайкова Галина Николаевна, учитель-краевед, параллельно с нами, членами совета музея школы-интерната номер 3, собирает материал о 355-м отдельном гвардейском батальоне морской пехоты. Ее очень заинтересовал подвиг Баляева Якова Иларионовича. Ей удалось побывать в Корее на мемориальном комплексе, где похоронен Яков Баляев. Она попросила поделиться материалами о герое. В свою очередь, она дала нам тоже несколько ценных сведений. В своем письме она рассказывает. Почти сразу за трамвайным кольцом справа от Луговой во Владивостоке начинается улица имени героя Советского Союза Якова Баляева. Мы так привыкли к названию улицы, что некоторые даже допускают в обиходе назвать прилегающую площадь развязку Баляйкой, совершенно забывая, что названа улица в честь пулеметчика 355-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты Баляева Якова Иларионовича, отдавшего свою жизнь в 21 год в бою за овладение корейским портом Сейсин, ныне Чхонджин, КНДР. Советско-японская война по продолжительности была краткосрочной, всего 24 дня. Написано о ней крайне мало. Поэтому мы решили помочь Шайковой Галине Николаевне. Обменялись материалами о Баляеве, которые имелись у нас в музее, у его племянников. А она, в свою очередь, предоставила нам материалы, которые ей удалось собрать в Корее и на Дальнем Востоке. Основная часть. Герой Советского Союза Яков Иларионович Баляев, гвардии красноармеец, пулеметчик 355-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты Шкотовского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота, родился 5 ноября 1924 года в селе Усть-Кажа, Старобардинского, ныне Красногорского района Алтайского края, в семье рабочего. Его отец Иларион Степанович и мать Ирина Антоновна имели пятерых детей. Перед войной семья переехала на прииск Албас Турачаковского района Алтайского края. Здесь, на Горном Алтае, на прииске Албас прошло его детство. Здесь он учился в школе, вступил в комсомол, работал. Рос Яков веселым энергичным ребенком, хорошо пел, в школьном хоре был запевалой, а позже во всех молодежных вечеринках принимал участие. В те времена телевизоров-то не было, вот и пела молодежь по вечерам, собравшись в круг. Тайга гудела от его песен, вспоминает его школьный друг Михаил Жданов. Хорошо помню, как, идя на работу мимо нашей избушки, часа в 4 утра, Яков с ребятами подавали голос, чтобы мы не проспали. Привет из прошлого. Газета «Красная Шория» от 6 мая 2006 года. Под прииском Чултой в те времена было много дичи, вспоминал отец Якова Иларион Степанович. Стрелял сын метко. Однажды пошел в лесу с братом. На двоих одна берданка. Спугнули рябчика. Степан с ружьем за ним, а меньшой остался на тропинке ожидать брата. Раздался выстрел. И в это время на тропе, быстро направляясь в сторону Якова, появилась из-за деревьев медведица. Не растерялся парень. Прыгнул с тропы в траву. Медведица-то и пробежала мимо. А сыновья чуть позднее следом за ней. Правда, медведицу не догнали. Но медвежонка привели домой. Иларион Степанович бережно хранил, как дорогую память о младшем сыне, одноствольное ружье. Отец Якова работал на прииске. Из глубоких забоев старатели артели горняк вынимали для промывки золотоносную породу. Сюда из поселка не раз приходил не по годам плечистый загорелый мальчик. Он подолгу задерживался у шурфов, наблюдая за работой молчаливых старателей. «Ну что ты вертишься целый день под ногами?» «Марш домой», — говорил Якову отец. «Батя, хочу стать забойщиком, помогать вам», — отвечал подросток. И Яков Боляев добился своего. Вместе с другими он без устали пробивал шурфы глубиной до 30 метров. Быстро полюбили старатели юношу. Однажды на глубине 32 метров в забой неожиданно ворвался удушливый газ. Яков, вздыхаясь сам, вынес на поверхность потерявшего сознание товарища. «Боляевы работают, как лошади», — шутили приискатели, имея в виду отца Якова Илариона Степановича, старшего брата Степана Иларионовича и самого Якова. 22 июня 1941 года — день, когда началась Великая Отечественная война. Запомнился Якову до мельчайших подробностей. В воскресенье ранним утром с рюкзаками за плечами приисковые ребята и девчата ушли в горы. У прозрачной шумной реки устроили привал. Несчадно палило полуденное солнце. Искупавшись в обжигающей холодной родниковой воде, путешественники набрели на поляну спелой земляники. Душистые ягоды сладко таяли во рту. Не разгибаясь, ступая по мягкой траве, растущей на полянке, Яков, собирая ягоду, поравнялся с обрывом. На пригорке красовался роскошный кустик земляники. Он протянул было руку к нему, но тут же инстинктивно отдернул ее. Из-за ягодного кустика неподвижно торчала голова гадюки. Кустик спелой земляники и змеиная голова. Увиденное поразило его своим несоответствием. Под вечер, возвращаясь домой, путешественники вышли на дорогу. Шофер встречной машины бросил им слова полные тревоги. Слыхали? Фашисты напали. Война. Машина скрылась за поворотом, а юноши и девушки растерянно молча стояли у пустынной дороги. И тогда Якову впервые представилась фашистская свастика в виде счетверенных живых змеиных голов. Привычное течение жизни разом оборвалось. Так страшное слово «война» вошла в его жизнь. Он не раз вспоминал о той роковой случайности в воскресный день – встрече гадюки под кустом земляники и начале войны с фашистами. Как и все приисковые ребята, Боляев рвался на запад, на фронт, неоднократно ходил в военкомат и райком комсомола. «Стреляю отлично, прошу направить на фронт», – писал в заявлении Боляев. Но призвали его лишь через год, в 1942-м, когда ему исполнилось 18 лет. Направили не туда, куда он так стремился, а в противоположную сторону, на восток. Призывался он с Алтайского края, ныне Турачакский район Республика Алтай. Когда Якова призвали в армию, он восемь километров шел пешком от поселка Албас до реки Лебедь. Затем сплавлялся по реке до поселка Турачак, где был призывной пункт. Провожая в армию сына, отец напутствовал Якова. «Служи честно и хорошо, так же, как мыл золотишко». Попал Боляев на Тихоокеанский флот в морскую пехоту. Здесь, у берегов Тихого океана, он прошел школу боевой выучки. Показал себя дисциплинированным, умелым бойцом по всем видам подготовки. В пример другим часто его ставили командиры и взвода, и роты. На стрельбище, в походах по пересеченной местности, за Яшей, так его любовно называли товарищи, нелегко было угнаться. На боевых учениях он в нужный момент умел подавлять себе страх и, встав во весь рост в тесном окопчике, метко бросать гранаты под гусеницу японского танка. На стрельбище меткими выстрелами поражал очередями из пулемета и автомата, появляющиеся в разных местах мишени. Ему не было равных в рукопашном бою. Он мог использовать как оружие любой предмет, оказавшийся у него под руками. Рабочий закалки человек, он преодолевал любые трудности боевых будней. Яков Баляев неоднократно писал рапорты с просьбой отправить на фронт в действующую армию, но каждый раз получал отказ командования. Рядом был враг, готовый в любой момент ударить в спину. Милитаристская Япония. Тогда никто не знал, чего можно ожидать от японцев, которые, как и немцы, имели обыкновение нападать без объявления войны. С 14 по 16 августа 1945 года 710 бойцов и командиров из 355 батальона принимали участие в освобождении города Сейсин от японских империалистов. Шли жестокие кровопролитные бои. Батальон оказался в тяжелейшем положении. Большая его часть разрозненными группами, часто в окружении, сражалась с превосходящими силами противника, стремившимися отрезать десантников от береговой черты и уничтожить. Были большие потери, но город был освобожден от японцев, которые 35 лет держали в жестоком рабстве корейский народ. В боях за освобождение Сейсина личный состав батальона выполнил приказ командующего Тихоокеанского флота, отбил город у японских самураев и удерживал его до подхода основных сил. Весь личный состав батальона показал воинскую зрелость, отвагу и героизм. Орденами и медалями были награждены 572 бойцов и командиров батальона, шестерым присвоено звание Героев Советского Союза. Подразделение было удостоено звания Гвардейского с вручением Боевого Гвардейского Знамени. Есть в этом большая заслуга нашего земляка, Героя Советского Союза, Баляева Якова Иларионовича. Ратный подвиг советских воинов получил высокую оценку Родины. Президиум Совета СССР учредил медаль за победу над Японией, которой награждены были все участники Сейсинской операции. В ночь на 14 августа 1945 года корабли с первым эшелоном десанта, 355-м отдельным батальоном морской пехоты, находящиеся в открытом море, взяли путь на Сейсин. Им предстояло высадиться на неприятельский берег, освободив корейский порт Сейсин, обеспечить беспрепятственную высадку основных воинских подразделений. В густом тумане шли медленно, опасаясь напороться на японские корабли. Ночь перед боем десантники не спали. Бодрствовал и Яков Боляев. Всегда тихий и скромный он был особенно задумчивый. Сослуживцы уважали несловоохотливого паренька, ценили за боевое мастерство. Красноармей из Боляев служил пулеметчиком в 355-м отдельном батальоне морской пехоты Шкотовского сектора береговой обороны. После высадки десанта в Сейсине Боляев был включен в разведгруппу, которая получила задание обеспечить продвижение первой роты. Разведчики шли по направлению мыса Колокольцево. На восточной окраине города наткнулись на здание тюрьмы. Уничтожив стражу, они освободили из тюремных застенок, закованных в кандалы узников-корейцев. Впервые в жизни увидел Боляев страшную картину. Перед ним стояли люди-скелеты. Тюремщики заломили им руки за головы и так сковали по рукам и ногам стальными цепями. В одной из камер были полуголые женщины. У некоторых из них были дети, которые от голода не могли идти. Когда десантники стали сбивать цепи, узницы в страхе плакали и махали головами. После увиденного Боляев еще с большей ненавистью бил самураев. Первая рота штурмовала высоту 182-9. Японцы шквальным огнем преградили разведчикам путь. В это время Боляев по-пластунски с ручным пулеметом в руках начал незаметно обходить сопку. Зайдя с тыла и перебегая с места на место, повел огонь по японцам. В их рядах началось замешательство. Вражеские солдаты и офицеры решили, что в тыл к ним прорвалось не менее пулеметного взвода. Так позднее говорили пленные. Десятки японцев падали, скошенные короткими очередями. Капитан Кочетков, замполит батальона, только что принявший командование ротой вместо убитого командира, в помощь которой была направлена эта группа, наблюдал за ее действиями, чтобы в случае надобности оказать ей поддержку. В один из этапов боя понадобилось засечь огневые точки противника. В разведку отправилось отделение старшего сержанта Федора Цветкова. На обратном пути оно оказалось в окружении. Выручать боевых друзей отправился Яков Боляев. Искусно маскируясь и часто меняя позицию, он меткими очередями заставлял самураев укрываться, давая возможность своим товарищам по одному выходить из окружения. Так все отделение вышло без потерь. Лишь два человека получили легкие ранения. Все понимали, что разведчики вернулись живыми, потому что находчивый пулеметчик Яков Боляев совершил подвиг. А могли остаться там, между сопок, все без исключения, если бы не выручка смелого и верного товарища. В результате умелых действий морского пехотинца Боляева разведчики шаг за шагом приближались к вершине горы. Впереди было несколько вражеских огневых точек. Возникла необходимость провести доразведку, чтобы найти наиболее безопасный путь. Яков обратился к Кочеткову с предложением направить в разведку его одного, а все остальные должны были усилить обстрел огневых позиций японцев. Предложение было принято. Яков, заменив ручной пулемет на более легкий по весу автомат, ползком стал пробираться в расположение обороны противника, запоминая все, что видел вокруг. Разведав подходы к огневым точкам, он начал возвращаться назад. В этот момент японцы увидели Якова, ползущего между камней, и открыли по нему перекрестный огонь. Баляев искусно применялся к местности, и земля сама надежно оберегала умелого и оттого особенно бесстрашного воина. Через несколько минут он, живой и невредимый, лежал в укрытии рядом с Кочетковым, докладывая обо всем, что видел на высоте. В конце доклада Яков попросил командира поставить его в первый ряд наступающих, мотивируя тем, что он лучше других знает дорогу к вершине сопки. Под прикрытием огня пулеметчика разведгруппа, а за ней и вся рота, решительно пошли в наступление. Гранатами и пулеметным огнем Яков гасил одну за другой огневые точки противника. Он был уверен, что еще один успешный бросок, и вершина окажется в руках морских пехотинцев. Во время очередной перебежки Яков почувствовал нестерпимую боль в ноге. Пуля обожгла левую ногу, но он устоял. Бой достиг предельного напряжения, и тут уж, коли стоишь на ногах, думать о ране некогда. Чтобы вести прицельный огонь, он лег на землю, нажал на спусковой крючок, но выстрелов не последовало. В диске кончились патроны. Пока он менял пустой диск, японцы приблизились к нему вплотную. Яков стал отстреливаться в упор. И тут пулемет вновь замолчал. Его раскаленный ствол оказался разорванным. Японцы решили взять в плен Баляева. Но находчивый тихоокеанец схватил пулемет за раскаленный ствол и стал бить им японцев, как бьют обыкновенной дубиной, направо и налево, по звенящим каскам врага. Он бил до тех пор, пока способен был видеть людей со зверевшими лицами, одетых в чужую, ненавистную военную форму. В это время вражеская пуля пронзила его грудь. Морская пехота, воспользовавшись суматохой в стане врага, стремительно ринулась вперед и сбила японцев с сопки. На ее склоне матросы подобрали истекающего кровью Якова Баляева. Множество неприятельских трупов лежало вокруг него. «Все, что мог, братки, сделал. Бейте врага до победы!» Промолвил умирающий на руках товарищей герой. Так шагнул в бессмертие обыкновенный русский парень, морской пехотинец, воин-интернационалист Яков Баляев. В том, что противнику в этой схватке пришлось отступить, большая заслуга принадлежит смелому и умелому пулеметчику. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Якову Иларионовичу Баляеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Работая с архивными материалами, в основном это были газеты, я наткнулся на статью «Привет из прошлого». Это воспоминания Михаила Жданова о Якове Баляеве. Они жили на одном прииске. Вот что он пишет. В 1949-50-м годах, когда закрылся наш прииск, все родственники Якова перебрались в Таштагольский район. И я думаю, что родственники Якова сейчас живут там, ведь в семье еще были ребятишки моложе Якова. А фотоснимок, который я прилагаю к письму, попал ко мне совсем случайно, лет 15 назад. Мы жили тогда в городе Белореченске Краснодарского края. Я работал художником-оформителем в одной из организаций. Горвоенкомат частенько приглашал меня для оформительской работы. И вот однажды, роясь в старой наглядной агитации, я наткнулся на демонтированный стенд Героев Советского Союза. Там-то я и нашел эту фотографию, словно привет из молодости. Газета «Красная Шория», 6 мая 2006 года. Эта информация заставила меня пойти к Алексею Федоровичу Боляеву, племяннику героя. И вот в руках у меня старая фотография рисунка, портрета Якова Боляева, художника Семенова, которому удалось передать в своей работе его волевой характер, открытый, устремленный взгляд в будущее, веру в окончательную победу над злом в этой жизни. Заключение. Галина Николаевна Шойкова вспоминает. «Долгое время искали место захоронения вашего земляка, и благодаря сотрудничеству с Генеральным консульством Северной Кореи удалось найти не только его могилу, а большое братское захоронение бойцов 355-го отделения гвардейского батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, где покоится прах 65 бойцов и командиров 355-го батальона, в том числе в братской могиле на сопке Камальсан, за которую проливал кровь и погиб 15 августа 1945 года отважный пулеметчик Яков Боляев, где благородные корейцы создали мемориальный комплекс советским воинам-освободителям. В городе-порте Сейсине, ныне Чхонджине, На месте братской могилы создан большой мемориальный комплекс. Его площадь составляет 1000 квадратных метров. На могиле гранитные плиты с фамилиями захороненных бойцов. Есть на тех плитах и фамилия вашего земляка. Корейский народ бережно относится к братским захоронениям советских воинов-освободителей, содержит могилы в идеальном порядке. В боях за освобождение Сейсина, весь личный состав 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота показал воинскую зрелость, отвагу и героизм. Орденами и медалями были награждены 572 бойца и командира батальона. Шестерым из них присвоено звание Героя Советского Союза. Вот их имена. Бараболько Михаил Петрович, майор, командир батальона. Кочетков Михаил Иванович, капитан, заместитель командира батальона по политической части. Бирюля Константин Пименович, сержант, порторг 2-й роты. Маркелов Николай Григорьевич, старший сержант, порторг 1-й роты. Баляев Яков Иларионович, красноармеец. Цуканова Мария Никитишна, ефрейтор, санинструктор батальона. Последние двое высокого звания удостоены посмертно. Людей активных, умеющих успешно решать трудовые и боевые задачи, добиваться того, что недоступно другим, греки называли героями. Они полагали, что герой – сын человека и Бога. Поэтому герои способны творить чудеса, побеждать всякое зло и восстанавливать справедливость. С древними греками трудно не согласиться, что человек, совершивший подвиг, личными качествами отличается от всех остальных. И вероятнее всего правы те, кто убежден, что геройский поступок даруется человеку всемогущей судьбой, которая дает ему силы для подвига, формирует особый геройский характер. Все шестеро десантников 355 батальона, удостоенные высшей награды Родины, выделялись среди других исключительной твердостью духа, бесстрашием, непреодолимым стремлением к достижению цели. Эти качества, полученные десантниками от природы, были развиты и многократно умножены во время службы в 355-м отдельном батальоне морской пехоты Тихоокеанского флота. Листая страницы истории школы, я немножко завидовал тем, кто учился в далекие 60-е и 70-е годы в школе-интернате номер 3. Сколько было интересного в их жизни. Оказывается, они долго боролись за право носить это гордое имя – «баляевцы». Вели переписку с воинской частью, где служил герой. За активное участие в пионерском походе боевой славы командование части, где служил герой, вручило грамоту. Взяли шефство над его родителями, которые проживали в Таштаголе в районе Кочуры. В 1965 году был установлен памятник во дворе школы Героя Советского Союза Якову Иларионовичу Баляеву. Автор памятника – учитель изобразительного искусства, неутомимый краевед, талантливый, преданный своему делу Александр Сергеевич Тюрпеков. Открытие памятника состоялось 9 мая 1965 года. По инициативе Тюрпекова в школе был создан музей Героя Советского Союза Баляева. Преподаватель школы-интерната Валентина Владимировна Плотникова написала стихи «Мой идеал», которые были положены на музыку сорокалетого. Эта песня стала гимном школы. Все пионерские линейки, сборы начинались с исполнения этой песни. Может быть, с точки зрения поэзии и музыки она звучит не совсем профессионально, но если бы вы видели, как проникновенно исполняли ее дети. У нашей школы памятник стоит. Стоит моряк в суровой тишине. И каждый день со мною говорит давным-давно погибший на войне. Припев О дружбе, о чести, о долге беседует друг и герой. О жизни, о правде, о счастье беседует Яков со мной. Он может учиться заставить, и вот что просил передать, что он не позволит слукавить, что он не позволит предать. Я слышу, и сейчас он говорит, с пригорка школы в мирной тишине. Не надо больше никогда войны и памятников павшим на войне. Лучшие пионеры и комсомольцы в 1965 году были удостоены чести побывать во Владивостоке, в части, где служил герой. Имя Баляева было навечно занесено в списке родной части. Ежегодно в честь Дня Победы во Владивостоке проходит военный парад, на котором проводится торжественная поверка. Среди гвардейцев, которые навсегда занесены в списке личного состава Тихоокеанского флота, звучит имя героя Советского Союза морского пехотинца Якова Иларионовича Баляева. Имя Баляева есть на мемориальном ансамбле «Боевая слава Тихоокеанского флота». В военно-историческом музее Тихоокеанского флота во Владивостоке в экспозиции, посвященной Сейсинской десантной операции, помещен материал о Баляеве. Демонстрируется его ручной пулемет. Члены Совета музея поддерживают связь с родственниками Якова. В настоящее время тесные отношения с племянником героя Алексеем Федоровичем Баляевым. Он почетный гость на торжественных мероприятиях, связанных с жизнью и подвигом Якова Иларионовича. В музее работает лекторская группа из числа школьников. Воспитанники школы-интерната ухаживают за памятником, а в День Победы стоят в почетном карауле и возлагают цветы к его подножию. Близкие родственники Баляева уже ушли из жизни. Старший брат погиб на Западном фронте. Брата Федора Иларионовича 1926 года рождения на фронт не взяли, у него была бронь, работал на прииске, добывал золото, бил шурфы, умер из-за болезни. Младшие сестра Ирина Иларионовна 1929 года рождения и брат Сафрон Иларионович 1937 года рождения также нет в живых. Остались многочисленные племянники. Помнят Баляева земляки-спортсмены. Ежегодно в Таштаголе проходит областной турнир по боксу в памяти героя Советского Союза Якова Баляева. По традиции в турнире принимают участие спортсмены из городов и поселков Кузбасса – Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, Белово, Осинников, Мыски, Таштагола, поселка Шерегеш, Кузидеево, Сосновки, Красного Брода, а также гости из Республики Алтай. Именем Баляева названа улица в микрорайоне Кочура, где жил отец героя. К 40-летию Победы благодарные таштагольцы поставили памятник герою в новом районе Вусь-Шалыме, ныне улица Поспелого. Памятник был выполнен по проекту главного архитектора Таштагольского горосполкома Машлыкиной. На открытии присутствовал брат Баляева – Александр. В горно-алтайском парке Победы, где родился Баляев, установлен бюст герою. Вывод. Подвиг Якова Баляева навсегда будет служить для нас примером. Память о нем мы будем хранить вечно и передадим ее своим детям и внукам. Мужество – это та черта, которая особенно выделялась в характере Якова Баляева. Казалось, ничто не могло привести его в замешательство. В самые трудные моменты боя он сохранял хладнокровие, выдержку, смело разил противника меткими выстрелами. Его спокойствие, твердая вера в победу, воодушевляло морских пехотинцев на подвиг. За участки, на которых вел бой мужественный Тихоокеанец, командир всегда был спокоен. Вот с кого нужно брать пример нынешнему поколению. Эти слова написал о друге сослуживец Севастьян Лукьянович Лапенков в письме к военному журналисту Лубенко. Субтитры создавал DimaTorzok